привет мои творческие подписчики и творческие гости моего канала сегодня мы сделаем простой простой пейзаж с которым справится любой новичок или даже маленький ребенок картина яркая и просто в исполнении начнем нам нужно фоторамка формата а4 убираем стекло и рамочку смотрим пейзаж сегодня будет вертикальный смотрим что крепление было сверху приклеиваем белый лист бумаги на клей-карандаш а сверху подклеиваем кухонные полотенца из нетканого материала также на клей-карандаш нам нужно два полотенца подклеиваем чуть-чуть внахлёст но и второе излишки обрезаем нам нужно чувствовать и видеть границы нашей картины нам нужно шерсть для валяния есть контековская кардачос гребяная лента и она отличается по цветам если есть возможность берите белую молочная тоже нам нужно кардачос уже спутанная шерсть им удобно закладывать фон и кардачос дешевле чем гребяная лента у нас городе увы кардачос не найти так набираем и закладываем фон в гребяной ленты можно тоже заложить фон держим не сильно крепко гребяную ленту на расстоянии 15 сантиметров от края вытягиваем волокна и закрываем фон можно использовать валяшку если белый цвет он более белоснежный и насыщенный одну упаковку если есть возможность обязательно купить видите она отличается можно использовать троицкую шерсть в общем девочки смотрите то что вы можете достать распределили можно использовать добавлять вашу шерсть вискозу она светится переливается картина смотрится более выигрышно и интересно нам нужны синие цвета голубые зеленые цвета желтые если будете покупать то берите более натуральному цвету который есть в природе начнем выкладывать небушка набираем щипанием обернули вокруг пальчика кусочек пасмы некоторые ворсинки у нас торчат из пасмы вот мы их захватываем и прихлопываем в ручки и у нас получается такая паутинка выложим линию горизонта чуть-чуть линия горизонта у нас идет со смещением вниз или вверх то есть мы не выкладываем посреди листа и мы начинаем всегда выкладывать картину заднего плана то есть сверху то что у нас начинается задний план и к низу но сейчас мы закладываем небо как вам нравится девочки не обязательно за мной повторять вот хотите выложите полностью голубую хотите как я добавляю розового добавляйте розовый вот как будто у меня здесь солнышко чуть-чуть подсвечивает облака так я и выкладываю добавлю чуть-чуть карамельного как будто лучики от солнца подсвечивают кроны деревьев и еще добавлю розового как вам хочется можете небо бирюзовым сделать можете голубым да хоть полностью карамельным или розовым один угол я закладываю больше беру розовый карамельный как будто там солнышко а другой край более тем как будто синяя девушка облака можно вы выкладывать из гребенной ленты брать полосочки и выкладывать а можно щипанием набирать зеленые цвета вот такие вот как зеленка изумрудный зеленый в картинах стараемся не использовать и в природе кроме как в елочках не существует можно смешать беру такой хаки цвет и зеленый насыщенный и набираю прямо с двух пасмочек одновременно перемешала это у нас такая кашица зелени на заднем плане у нас ранняя весна уже где-то пробивается свежая зелень снег еще не растаял но уже лужицы есть кое-где просвечиваются зеленые елочки можно затянуть вот так задний план если вам сильно ярко беленькой паутинкой набрали спас мы щипанием растянули в ручках и положили сверху здесь мы тоже должны сделать задний план как будто у нас вдалеке вдалеке какие-то деревца растут за горизонтом можно положить черный зеленый вообще девочки задний план у нас всегда светлее передний темный заднем более светлый вот добавим оливковый коричневый можно даже синий добавить где-то как будто там тоже прогалины будто вода течет возможно где-то речка смотрите сами девчата мы фантазируем за мной не повторяйте во всех мастер-классах из мастер-класса в мастер-класс я говорю не повторяйте вот посмотрели мастер-класс купили несколько цветов шерсти для валяния и пробуем делать сами берем просто идеи зеленый перемешала с хаки между собой и начинаю настригать на заднем плане будто там елочки деревца чуть-чуть просвечиваются кустики какие-то зеленые смотрите чтоб не было одинаково то есть нечистокол такой заборчик у нас плавающий вверх вниз вверх вниз елочки идут сейчас мы будем делать деревца на заднем плане вытянули из белой пасмы несколько прядок скрутили в ладошках между собой и начиная выкладывать деревца до линии горизонта за нижнюю линию горизонта мы не заходим тоненький скрутили скрутили между собой и выкладываем выкладываем много здесь такая небольшая будет березовая рощица смотрите чтоб деревца у вас загибались в разные стороны они росли как палки вверх то есть на картине мы их раскладываем в одну сторону в другую они у нас можно добавить несколько коричневых полосочек тоже загибаем девочки в разные стороны делайте побольше просто вам будет не интересно если я буду на 10-15 минут выкладывать просто полосочки свои деревца выложили несколько коричневых несколько беленьких на заднем плане нам особенная какая-то детализация не нужно делаем крону так прозрачную прозрачную нескольких деревьев вот натянули щипание оливковую и выложили прозрачная техника у нас шерстяная акварель и раскладываем видите уже как будто деревца у нас на заднем плане далеко далеко и и опять же накручиваем наши белые полосочки он с другой стороны сделаю рощицу смотрите чтоб не были одинаковые по росту деревья у нас деревья же все разные не делаем чистокол картина легкая легкая вот сидите медитируйте получаете удовольствие крутите ниточки девочки периодически накрывайте стеклом смотрите что у вас получается потому что стекло тяжелое когда вы накрываете стекло то ваши ниточки расплющиваются увеличивается в размере сейчас сделаем гнезда вот из пасмочки несколько ниточек вытянула вырезала нужный мне размер хотите треугольнички хотите полосочки и раскладываем хотите сделайте птичек маленьких маленьких на заднем плане такие галочки летящие думаю достаточно и опять же я добавляю деревья детализация нам на заднем плане особо не нужно чуть-чуть еще я отодвину назад набрала из пасмы паутинку и затянула сверху еще набрала и затянула сверху ушло на задний план такая дымка получилась переходим на средний план сделаю несколько сугробиков снега сугроб я добавлю вискозы вискоза у меня валяшка чтоб снег переливался светился на солнышке вот смешала два вида шерсти вискозу и натуральную белую шерсть и выкладываем сугробики можете придавать им форму сугроба придали и снежок у нас уже получился лежит используем девочки в картине в максимально натуральные цвета которые есть природе возьму рыженький и оливковый такая у нас прошлогодняя пожухлая травка будто бы лежит еще не разложилась и свеженькая травка где-то пробивается здесь вот немножко пробивается можно натянуть из пасмы можно нарезать и нарежу немножко и сюда тоже ручками постоянно прижимаем картину пряжа между собой сцепляется никуда ваша картина не убежит сделаем речку речку не речку растаявший снег на переднем плане берем темно-синий и чтоб его еще затемнить добавим чуть-чуть черного добавили между собой немножко перемешали и выкладываем речку у нас от заднего плана к переднему речка должна расширяться то есть вот как вы видите направление воды я допустим выложу так я люблю картины в более таком детском наверное стиле где не используется цвета тени но планы мы соблюдаем задний средний и передний вот так вот натянула спас мы и выложила можете кое-где голубой добавить бережка обязательно мы затемняем черным коричневым границы выкладываем речки и направление воды соблюдайте вот допустим у меня вот так вот стоит ложится или течет речка в одном направлении мы выкладываем наши волокна берега выложила можно черным можно добавить коричневого можете настричь ножничками смотрите направление я всегда соблюдаю добавим чуть-чуть снега или лед или такие волны у нас выкладываем средний план переходим от заднего к среднему уже берем более темный возьмем черный и белый также скручиваем прядки но уже чуть-чуть побольше чем у нас были на заднем плане и делаем вот здесь вот маленькую рощицу деревца уже повыше чем были на заднем плане и добавляем уже не коричневые а черные тоже изгибаем и выкладываем добавим крону щипанием набрали набрали с оливковой пасмы растянули паутинку и положили сверху прижимаем ручками и еще немножко беленьких добавлю немножко прошлогодней листвы не можете травочку добавить свеженькую опять же можно сделать гнезда вытянули спас мы чуть-чуть прикрутили на стригли полосочек и выложили гнезда положу сугробов сверху вдоль берега вискозу девочки добавляю в сугробики и сюда положу еще один сугробик девочки хочу сказать вам огромное спасибо за ваши лайки за ваши теплые комментарии спасибо а тем кто не подписался не забудьте подписаться на канал будет много много всего интересного много новых видов творчества думаю вам понравится и вы будете получать рассылку и мне тоже будет приятно здесь я хочу выложить еще один кустик еще одно деревце несколько веток такие с края картины растут и добавлю листвы мой оливковый я взяла добавила чуть-чуть желтого такого даже больше горчичный перемешала между собой и начинаю настригать настригли листвы смотрите чтобы ваши веточки просвечивали чтобы вы их полностью не закрыли немножко много не надо помогаем себе ножницами или пинцетом или пальчиками шерсть такой благодатный материал такой послушный приятный теплый одно удовольствие с ним работать и с этой стороны сделаю такие веточки от дерева которые растут из края картины уже потолще можете делайте более детальной ну еще добавлю веточку можно и маленькие веточки сделать и нам нужна листва также взяла хаки взяла желтый ну наверное чуть-чуть возьму такого за лучше этого не делать и начинаю настригать поворачивайте пасму в разные стороны раскладывайте в разном направлении листочки также смотрите что ваши веточки просвечивались обязательно смешивайте несколько видов зелени у нас на заднем плане будут более такие темные как будто листва на переднем плане более светлые где-то подсвечивает солнышко то есть несколько видов шерсти обязательно смешайте можно желтые зеленые оливковые бледно-зеленый изумрудный зеленый не добавляйте вот смотрите я сделала мне не нравится можно сделать еще несколько деревьев на переднем плане кустиков просто бросить какие-то веточки как будто кустик обломался веточка упала почему нет вот выкладываем когда детки делают картину они не соблюдают никакие светотени они не понимают откуда падает солнышко и поэтому картинка выглядит по детски если вы в эту картину добавляете видите чуть-чуть белого как будто солнышко где-то подсветило если добавите где-то темного как будто тень падает уже картина становится более профессиональной более взрослой я конечно больше любит детские картины мы потом все сделаем девочки будем усложнять мы же все-таки новички поэтому начнем с более чего-то простого вот сделала кустик и добавила еще снежок захотела еще кустик сделала вот здесь на переднем плане тоже добавьте чуть-чуть беленького как будто солнышко подсвечивает я этого не сделала и очень зря можете добавить также зелень немножко настричь можно добавить травку как будто пробивается чуть-чуть уже рядом положим сугробик придадим форму немножко землю видно и берег воды еще можно добавить один сугроб здесь уже девочки фантазируйте давайте немножко сделаем наверно травки как будто травка пробивается или прошлогодние такие веточки торчат от колосков оливковый сюда в сугробик вставим тоненькие-тоненькие скручиваем подрезаем разрезаем горчичный такой уже фантазируем детализируем все самостоятельно ну красота же красота все быстро просто очень легко я добавила еще коричневый бережок и наверное все таки я закрою эту зелень убирать уже не буду просто сверху желтенького нарезала спрятала все поправляем периодически девочки не забываем прикладывать стекло во время работы это обязательно сейчас мы стекло протираем и смотрим что у нас получилось вот смотрите быстро просто легко и такая глубина два дня полежала открыли все поправили и можно дарить или повешать дома и любоваться это не выкидываем потом используем обязательно вот так девочки одеваем рамочку излишки обязательно обрезали не забываем и любуемся нашей картиной надеюсь у вас все получится с первого раза всем спасибо и пока пока вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так